Зверское нападение на людей, на священнослужителей, на святые места других вероисповеданий. Какие у меня могут быть чувства? Я не знаю, какое это может иметь отношение к религии и ислам. Вот это мне обидно, честно сказать, что люди, когда заходят в синагогу или в церкви и убивают там священнослужителей, это вообще откуда это взяли, где вообще такое практиковалось? Где вообще это в религии и ислам такому учат? И мне это очень обидно, что именно вот эту ситуацию связывает с религией и ислам. Мне вот это чуть обидно, что вот эти все моменты приписывают определенному спорту или определенному залу, да, так скажем. Заходить в монастырь и убивать человека только за то, что он исповедует другую религию. Разве это нужно какое-то осуждение? Разве это непонятно, что это зверский и нелюдской поступок? Где и когда вообще такое совершалось? У нас в Дагестане живут более 30 национальностей. И, ну, конечно, большинство исповедует ислам, но есть и иудеи, есть христиане. И такого я вообще никогда, ну, в моем опыте такого никогда не было за 30 лет. За 35 лет сколько я там живу и никогда такого не было. Как это может быть нормальным? У меня дети там живут, у меня мама там живет, у меня семья там живет, брат, родственники. И в пяти минутах от меня до утра я с людьми на связи, там убивают людей, звонят, там где-то террористические спецоперации проходят. Но как я на это должен реагировать? Это разве может быть людским? Как вы лично узнали о случившемся, что вот в этот момент происходило? Может быть в зоне, где были боевики, мог находиться кто-то из ваших родных, друзей, там близких? Я в зале был, я в спортзале был где-то 2-3 часа. Я вышел, я смотрю, это уже все произошло. У меня было очень много сообщений, неотвеченных звонков. Там, конечно, потенциально могли находиться родственники. Но мои родственники в основном живут в Махачкале, моя семья, мои дети, мама, брат, племянники, очень много родственников. Они все живут в Махачкале, но в Дербенте у меня нет. У меня очень много знакомых, друзей в Дербенте, но родственники, конечно, живут в Махачкале. И это все происходило, прям, я не знаю, там, в пяти минутах от моего дома. Это прям очень близко. Я был со всеми на связи, все сидели дома, слышны были звуки, выстрелы. Там, это же все продолжалось, там, не 20 минут, там, не 2 часа. Это почти, там, я не знаю, часов, вот этот хаос, по-моему, где-то часов 12 точно был в таком, в напряженном состоянии город находился. И я постоянно был на связи. Конечно, это тяжело описать словами. Скажите, вот один из боевиков, которые участвовали в этом во всем, Гаджимурат Кагиров, он занимался у вас в школе, ну, во всяком случае, по информации СМИ, он занимался у вас в школе, Иглз. Да, вот этот самый главный вопрос для меня в сегодняшней беседе. Давайте начнем с того, что вообще откуда он, откуда он, где он родился, где он вырос и где он тренировался до того, как он прошел сбор у нас в школе. Он у нас был в 21-м году, и он прошел один тренировочный лагерь у нас в зале. Это он, когда перешел с вольной борьбы, перешел на смешанное единоборство, он у нас прошел в зале сбор. Это было, по-моему, пару месяцев он у нас находился, и он не воспитанник нашей школы. Это абсолютная чушь, и это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, и это время даже полгода не было. В любое время правоохранительные органы могут к нам обратиться, и мы предоставим за любой, вот с 2019 года, любой месяц, любой день, любая неделя, кто приходил, кто уходил, как тренировали, что им оказывали, чему их учили. У нас везде ведется видеонаблюдение, как внутри зала, так и снаружи. У нас очень много ребят тренируется, очень много достойных, воспитанных, образованных ребят тренируется. Но то, что он у нас тренировался 6 месяцев, я не считаю, что это должно бросать на нашу школу.